Я никогда не отказываюсь от своих слов. Это мой путь, ниндзя. Самое важное в нашей теме это самодисциплина. Без неё ничего не получится. Все живые существа подчиняются. И тот, кто не может подчиниться самому себе, будет подчинённым других. Умение повиноваться себе имеет решающее значение. В ином случае, ваше отсутствие самодисциплины приведёт к тому, что вами будут командовать. Нужно увезти их подвалами или в метро. Главное, не выпускать их на улице. Мне нужен периметр. С 39-й всё закрыть. Кто ты такой, чтобы командовать? Эта дисциплина необходима для преодоления трудностей и борьбы на пути к тому, чтобы стать лучше. Преодоление представляет собой не задачу, которая должна быть выполнена, а процесс постоянного совершенствования. Это должно стать вашим стилем жизни. Составь расписание, чёрт возьми. И придерживайся его. Не надо стараться быть хорошим для всех. Во-первых, это невозможно. Если ты хороший для одного человека, то для другого наоборот. По-любому найдётся тот, кто недоволен тобой. Во-вторых, пытаясь быть для всех хорошим, твои старания становятся подобны капли в море. Будь хорошим непосредственно для своего близкого окружения и для себя. Но даже по отношению к своим друзьям иногда стоит быть эгоистом. В определенных ситуациях мы должны позволить людям потерпеть неудачу, чтобы они могли понять ошибочность своих путей. Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, восхищаться их пороками, словно добродетелями, что может быть ближе к глупости. Вы не должны завидовать другим. Вместо того, чтобы обижаться из-за успеха других, сделайте свои собственные. Поменяйте своё мировоззрение и мышление в этом плане. Если вы видите кого-нибудь с очень хорошей машиной или с большим домом, не завидуйте в плохом смысле, ребята. Пусть это будет белая зависть. Постарайтесь просто достичь этого. Поставьте перед собой цель и задачу, что вы тоже так же сможете, ибо почему бы и нет. По идее у вас есть всё те же руки, ноги и голова. Главное уметь правильно ими пользоваться. Усердно работайте над тем, чего хотите добиться. И никогда не сдавайтесь, независимо от того, сколько раз упадёте. Многие хоть и называют аниме такими детскими мультиками, но во многих аниме, особенно в жанре сёнэн, как раз таки учат этому понятию никогда не сдаваться. Я же сказал, я не умею сдаваться. Тот же персонаж Аста из Чёрного Клевера, Наруто, в Наруто их вообще много, Ли, Гай, все эти персонажи, они никогда не сдавались. И да, хоть это и придуманный образ каким-то там автором, но это и применяется в нашей реальной жизни. Вы должны научиться правильно использовать своё время. Люди бережливы в отношении своего имущества, но как только дело доходит до растраты времени, они больше всего расточают то единственное, в чём справедливо быть жадным. Без пользы тратя своё время, вы обрекаете себя на бесславную и бессмысленную жизнь. Осознайте, что смерть сможет настигнуть вас в любой момент, и живите так, чтобы успеть стать достойным человеком. Одна из важнейших проблем, стоящей на пути современного человека, является депрессия, в кавычках. Ментальные проблемы могут привести к плачевным последствиям, вплоть до летального исхода. Я вам на экране покажу пример того, что бывает с человеком, вместо у него упадок дофамина. Думаю, вы уже из-за этого многие для себя сделали вывод, что у вас, возможно, как раз-таки упадок дофамина, потому что нет цели, мотивации и вообще ко всему апатия. И, конечно же, нужно с этим бороться. Источником так называемой депрессии зачастую являетесь вы сами. Точнее, то, как вы воспринимаете те или иные вещи. Если человек причинил вам зло, немедленно удостоверьтесь, делал ли он это из добрых или из злых побуждений. Ибо когда вы увидите это, вы почувствуете к нему жалость, и не станете ни удивляться, ни злиться. Поступки надо судить по намерениям. Если вас раздражает некий предмет, то виноват в этом не он сам, а ваше суждение о нем, и в ваших силах изменить это суждение. Изменить мир вы в любом случае не сможете, остается только изменить отношение к этому миру. Ярким примером является история изобретателя Томаса Эдисона. Он был одержим своей работой и жил ею, но когда произошел огромный пожар, уничтоживший половину его завода, он не стал сокрушаться и плакать. Вместо этого позвал свою семью и друзей посмотреть на этот пожар, сказав, вы никогда не увидите больше такого зрелища. Он не мог никак изменить то, что уже произошло, ему оставалось только изменить свое отношение к этому. Хоть многие считают вечных оптимистов и людей, которые постоянно на позитиве, какими-то несерьезными весельчаками, но по факту им рассуждать будет легче в сложной ситуации. Можно сказать, отношение Эдисона к таким вещам спасло его в этот момент, ведь он мог просто все бросить после такой неудачи. Задайте себе вопрос, что бы вы сделали на его месте? Также есть банальный, но от этого не менее проблемный момент, а именно накручивание себе несуществующих бед. Мы чаще боимся боли, чем страдаем, и страдаем больше в воображении, чем в действительности. Задумайтесь, сколько из ваших проблем являются таковыми в действительности? Субтитры сделал DimaTorzok